Фаркрай 3 Фаркрай 3 Все, давайте просто проверим Все подряд Что мы можем с вами Вот, смотрите, Скорпион У нас с вами появился Скорпиончик И можно Экипировать Ну, например Не знаю, дробовик, наверное, мы с вами использовать не будем Давайте вот так вот Экипировались Теперь вот этим пистолетом-пулеметом Так, ну что ж, трофеи тоже нужно продать Сейчас у нас отсортировано все сначала на продажу, поэтому, не задумываясь, очень быстро все это мы можем с вами продать. Так, замечательно. И осталось у нас 12 свободных ячеек. Посмотрим сейчас, что у нас там с изготовлением предмета. Итак, коктейль Молотова. Зажигательная граната для бедных, дешевая и эффективная. Чтобы добыть огонь из бутылки, достаточно любой горючей жидкости, стеклянной бутылки и куска ткани. Если учесть, что местные жители любят выпить, не стоит удивляться, что сырье для изготовления коктейля Молотова на острове не переводится. Ну, имеется в виду, что он в достаточном количестве. Так, 6 миссий пройдено, 2 радиовышки мы с вами уже открыли. Давайте посмотрим по картам памяти. Мы же с вами их собирали. Да, вот есть флешечка. Кокаин. Похищенный колумбийский наркоторговец начал делиться наработками своего картеля. В том числе он рассказал о невероятно эффективном методе выращивания листьев в коке, переработке их в пасту и превращении в 99% гидрохлорид кокаина. Мы рекомендуем немедленно начать производство для рынков Бразилии, Южной Африки, Северной Америки и Австралии. Да, так. Ну, эти, кстати, материалы могут наше правительство признать экстремистскими. Сейчас же уже, знаете, все что угодно могут сделать. Так, и вообще запретить эту игру на территории России, так как здесь приводится рецепт. Просто говорится о неком эффективном методе выращивания листьев в коке. То есть здесь рассказываешь, как перерабатывается дальше. Так, и посмотрим теперь создание предметов с вами. Значит, у нас по рюкзакам. Ну, сейчас, понятное дело, ничего не получится сделать. Шкура топира. Предлагаю сейчас отправиться за топирчиком. Там все это быстренько сделать. И мы с вами уже сможем переносить гораздо больше трофеев. Бумажники. Следующий бумажник у нас. Прочный бумажник. 4000 баксов. Подребуется кожа казуара. Замечательно. Будем знать. Ну, точнее, я даже запомнил, скажем так. Здесь гранатные сумочки. Перевезли для горючего. Давайте гранатные, наверное. Или патронов больше будем. Да, давайте шкуру кабана используем. Отлично. Что мы с вами еще можем? Гранатные сумки. Пусть будут. Прочная гранатная сумка. Шкура оленя здесь используется. Ранцы для ракет. Простой ранец для ракет. Малый ранец для четырех зарядов. КРПГ 7 и 8. Для ГМ-94. Ну, это восемь зарядов имеется для ГМ-94. Создаем. Нам просто нужно избавиться быстрее от всей этой кожи, которую мы с вами насобирали. Снадобие для охоты. Боюсь, что это может просто не влезть. Смотрите-ка. Да, видите, не влезет то, что сумка вот эта медицинская у нас только три слота имеет. Так, вроде бы все. Здесь колчаны для стрел. Простой есть. Прочный колчан. Тоже топир потребуется. В общем, как минимум четыре. Нам нужно с вами кускокожи топира. Если не включишь, я не смогу заказать снаряжение из дальних деревень. А там, поверь, есть первоклассная старяга для тебя. Если не включишь. Ладненько. Сейчас с вами поглядим на карту. Что можно сделать. Значит, вот тут топирчик у нас как раз. Смотрите, сколько реликвий. И казуары, да? Вот это, наверное. Потеряно письмо еще какое-то здесь. Непонятно, что нам нужно будет сделать. Ну ладно, отправимся тогда. К топирам. Сейчас ранец свой сделаем более емким. Так, слушайте, я чуть не помню, куда нам нужно с вами бежать. Так. Вот где-то здесь автомобиль. Но я понимаю, да, что в том направлении у нас топируете. Как-то здесь по хитрому можно было бы, наверное, выйти. А, вот. Все, понятно. Вот это наш дом. А здесь мы с вами... Наш, да, вроде? Может, не наш. Наш. Да. Не ошибся. А вот здесь у нас автомобильчик всегда стоит. Так, давайте-ка. Автомат и пистолет-пулемет. Замечательно. Ну и что? Осталось нам перед тем, как отправимся в путь, распределить навыки. У нас доступно 4 очка. Значит, здесь стрельба на вскидку. Вы будете точнее стрелять на вскидку из пистолетов, пистолетов, пулеметов и дробовиков. Здесь убийство ударом сверху. Но давайте пока не убийство будем качать. Вот, например, на вот эту веточку, что связано со здоровьем. Физическая подготовка. У нас появляется дополнительная ячейка здоровья. Да. Давайте-ка вот так вот. Улучшенная первая помощь. Если у вас нет целебных снадобий, зажмите Q, чтобы оказать себе первую помощь и восстановить две ячейки здоровья. Замечательно. Это у нас адреналин. Частично поврежденные ячейки здоровья регенерируют на 50% быстрее. Так, все, пока оставим. Бронежилет у нас есть. Видите, уже слева у нас появилась еще одна ячейка. Это просто замечательно. Задание у нас называется «Игра в грабителях». Блин, только не падает. Что у вас есть? Жесть. Ну ладно, что, придется на своих двоих. Так. Вон там, смотрите, бандиты, что ли, да? Что-то они там делают. Разборка, что ли, какая? Так, увидели меня. Не, они не запалили. В какой-то момент... Так, 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 что это такое? Откуда их столько здесь набралось? А, едут просто там. Не дадут они мне просто вот так вот легко добраться до этих тапиров. Ну, придется тогда их, не знаю, ножом, что ли, валить. Травку пока никакую собирать не будем. Вроде у нас с вами листочков так достаточно. Да, бляхмок. Откуда столько вас здесь? Ребяточки, откуда столько вас здесь? Жесть. Да, бранежилет вообще решает. Сейчас мы убежим. Немножко здесь вот спрячемся. Ну че, где они? А, вон он. Так, один готов. Зачем надо было тогда от них убегать? Правильно? Сейчас, обыщем его. Отлично. Патроны еще для ПП нашел. Вау, смотрите-ка. Сожрал там тигр. Можно и тигра завалить. Не, это леопард, похоже. Может быть, не пускать его? Отлично. Сейчас мы его завалим здесь. О, да. Нет? Бляхмух. Давай! Да ерк. Блин, че за жесть? Блин, че за жесть? Блин, че за жесть? Давай, вали его. Так, лечимся. О, да. Да, это тигр был. Никакой не леопард. Давайте-ка забираем его шкуру. Да пипец вообще, очень опасно. Очень опасно это все выглядело. Да, ну, ловите греночку. Золотые. Ха-ха. Окей, отлично. Множественное убийство. За это, оказывается, еще дают дополнительный опыт. Так, че там у нас? Сейчас, ну, можно и их транспортом, в принципе, воспользоваться. Так. Как-то я в него не попал. Ну, зато в голову. Выстрел в голову, добавил нам еще немножко опыта. Так, ловите-ка сюда гранаточку. Мы пока перезаряжаемся. Оу-е. 30. Да, блин, че с правой кнопкой с ПКМом у меня? Какая-то проблема типа. Так, это готов. Блин, тут вообще сейчас бойня будет, реально. Давайте заберем. Тут у них же еще пушки должны какие-то быть, правильно? Сейчас мы автоматик возьмем. Вот, 45 уже патронов. Да, вы задрали. Ждем. Выстрел в голову. Плюс 25. Ну, нужно сейчас тут все пособирать. Обыскиваем. Вон, еще один слева у нас подбегает. О, да. Ну, здесь просто десяточку срываем. Ну, и тоже неплохо, в принципе. Ну, вот и полностью восстановили свой боезапас. Жалко, конечно, пистолет-пулемет, но мне кажется, он нас от этого тигра реально спас. Я имею в виду запас патронов на этом пистолет-пулемет. Так. Уже 70, видите? Не зря мы эту сумку делали с вами. Потому что реально сюда что-то вмещается. Уже 85. Просто великолепно. Надо было после того, как сумку соорудили, по-хорошему еще закупиться дополнительно вот этими боеприпасами. Ну, что ж, пойдем тогда с вами сейчас. Коктейль молотова, кстати, можно использовать. Давайте попробуем использовать его вот на животных, если с вами сейчас обнаружим. Так. Где-то же они здесь должны быть. Надо посмотреть на карту. Ну, да, где-то они здесь трутся. Сейчас попробуем. А, вон, вон, вон. Тихо. Что, не удрались, что ли? Да, смотрите-ка. Ну, пусть они спускаются. В принципе, я думаю, никаких проблем. Проблем у нас не будет. Проблем, я имею в виду, которые связаны с тем, чтобы их просто убить. Ну, вот, двоих взвалили. Так. И сейчас сразу две тушки разделаем. Сделаем себе мы, дорогие друзья, сразу рюкзачок. Что-то там еще один забегал. Надо, чтобы это только топир был, а не кто-то другой. Топир, топир бегает. И что, нам, как минимум, здесь нужно четыре сейчас изготовить. Итак, создание предметов. Давайте рюкзаки. Угу. Прочный рюкзак. Уже 48 трофеев можно будет туда впихнуть. И шкура динга. Нужно четыре куска. Так. Вот еще для колчана. Нужно две штуки. Так, что он там забегал-то? Так, это пометили. Все, никуда не убежит. Вот сейчас посмотрим еще, где можем найти с вами остальных. Вот, еще есть. О, двое. Гляньте-ка. Ну-ка. Блин, нафига я грену кинул? Ну ладно, тоже неплохо. Жесть. Быстро и эффективно, да? Так, куда он упал? Вон она, тушка валяется. Давайте спускаться. Тут нет тапиров больше? Вроде нет. Спуститься нужно так, чтобы не умереть. Поэтому желательно с высоты большой не прыгать. Мы же вон с этого спланера сиганули. Разбились на смерть. Так, отлично. Да, можем изготовить прочный колчан. Как раз отлично усилен. Нас уже потребует шкуру медведя. Оуе! Ну и один там еще бегает. Не знаю, стоит ли... Стоит ли его убивать. Потому что вроде бы у нас нет каких-либо предметов, которые нужно создавать с помощью этой шкурки. В любом случае, я хотел бы просто сказать, что мы можем в любой момент, опять же, сюда приехать и сделать то, что хотим с этими животными. Так, единственный момент. Сюда нам еще потребуется добавить, наверное, казуара, да? Там важный, по-моему, какой-то предмет можно было создать. Но с другой стороны, посмотрите, как не очень удобно будет туда добираться. Там есть задание, еще потеряно письмо. Мы можем открыть сейчас вот эти территории. Здесь есть вышка. Отметим сразу эту. Может быть, там неподалеку где-нибудь будет у нас с вами... Сейчас, дайте я его ножом хотя бы рубану. Иди-ка сюда. Иди сюда, маленький мой. Ну, ты какой кругленький. Иди, 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 иди. Не, получается так. Блин, как далеко он может забежать. Ух ты ж. Вы гляньте-ка, еще тикер у нас один. Так, если вот так вот туда кину ему. Бумс, понюхай. Завалили. Отлично. А, вон еще один тикер. Офигеть. Вы гляньте-ка. Тихо. Сейчас пусть они там бегут. Меня пока не видят. Шкурты я в любой момент времени могу забрать. Но, кроме того, мы можем открыть эту клетку. Так, ну что, давайте тогда молотого. О-е. Так, одного сожгли, наверное, уже. А тот убежал. Гаденыш. Плюс 10 опыта дали. Смотрите. Ух, нифига себе территория. Загорается. Сейчас и до того огонь дойдет, наверное. Я иду за тобой. Слушайте, а что, неплохо? Правда, было бы логично, наверное, если бы все-таки трава была немного высушена, да? Чтобы тогда она загоралась. Просто зеленая трава, это как-то смотрится не очень так понятно. Сейчас мы его засадим. Подождите, сейчас так за дерево спрячемся. Он ничего не сможет с нами делать. Хотя... Хочет можно засадить. Ну вот. Нет, просто куда-то в тело попал. Ладно, у него тоже автомат, поэтому патрончики мы с вами забираем. Ну и обыскиваем, естественно, тело. Уже много чего можно к себе сложить. Давайте сейчас также заберем шкурку убитого зверя. А вот, наверняка пригодится, я вас уверяю в этом. Отлично. Шкуры тигра и еще один тигр у нас есть здесь неподалеку. На их базе. Блин, нужно ли цветы собирать? Ну давайте на всякий случай, потому что мы с вами много достаточно потратили там вот этих зелий, когда нас тигр атаковал. Янтарный. Янтарный. Так, этого надо тоже выпустить, да? Я вот думаю, как лучше сделать? Это клеть разрушится, когда я грен туда кину, либо нет? Сейчас посмотрим. Давайте. Бум! Так, ну... Не, смотрите, я только его разозлил. Офигеть. Завалили. Ну, слава богу, пройти можно, добраться. Я уже, знаете, наверняка не жалею патронов, конечно, на эту зверюгу, потому что порвать может два счета. Так, здесь у нас что в контейнере? Дама. Ну и денежки. Смотрим дальше. Тут еще что-то есть. Что-то, что мы с вами не открыли. Еще один контейнер. Двадцатка. Ну это фигня, на самом деле. Есть еще шхуна какая-то. Так. Так, дофигища всяких ящичков, сундучков. Еще золотая цепочка. Неплохо. Неплохо, друзья. Так, желтых мы с вами, по-моему, дофига уже насобирали. Ну что, давайте попробуем на этой штуковине проплыть куда-нибудь. Хотя не совсем это, наверное, нам удобно будет, потому что нам к радиовышке. Поэтому, пожалуй, придется подождать с этим плаванием. Или хотя, ладно, попробуем. Доплывем туда, куда доплывем. Так. Пробел забраться. Убираемся. Я думаю, что все-таки на машине можно было бы... Слушайте, как круто, а? Такая штуковина еще есть. Сейчас мы разбомбим вот этих чуваков. Давай, давай, давай. О, да. Давай, отбиваем. Ну что, проблема-то? Да, завалили. Множественное убийство, потому что там двое, по-моему, их было. Вместо водителя. Да, давайте сейчас. За штормом. Ах ты ж. Смотрите-ка, еще один там. У нас патруль плывет, да? Ну-ка. Так, не понял? Там машины, что ли, приехали? Не-не-не, не похоже. Ну, в любой момент мы сможем с вами переместиться, опять же, на место стрелка. Сейчас мы давайте тех догоним, потому что опыта уже очень много не дают. Так. Тут вообще, смотрите, узенько, но... Так, давайте на место стрелка. По-моему, они в ловушке. О, да. Десять опыта дали. Только лишь... К сожалению, это немного. А вот, кстати, надувная лодка. Конечно, вот эта хороша. Да. Сейчас на место водители снова. И поплыть тихонечко. Задний ход. Да, игра, конечно, очень такая обширная. Мне не должно палить. Даже если запалить, ничего страшного не произойдет абсолютно. Здесь, наверное, где-то можно будет выйти, нам. По всей вероятности. Хотя, было глубоко найти какую-то пристань. Так, лодка. Ну да, пожалуй, давайте здесь с вами сойдем. Прямо сейчас на берег выкатываюсь. На полном ходу. Оп. Ну, ну, смотрите, подалековато достаточно вышел. Вот этот катер. Все, побежали. Так. Горящая вышка. Не, вышка не горит вовсе. Это, кстати, та одна из вышек, которую тоже нужно будет активировать. Но мы с вами будем все выполнять, пожалуй, по порядку. Та вышка, которая будет рядом с точкой, где начинается задание, мы будем активировать в первую очередь. А потом уже будем смотреть с вами, что будем и что будем планировать делать с остальными. Далеко до нее достаточно. Но на вышках, как правило, есть транспорт какой-то. Поэтому не переживайте. Вот это что еще такое? А, это птички. Так, лагерь у нас здесь. А, вон они идут. Угу. Вмазаться они хотят. Так, коктейль молотого есть. Сейчас сгорят к чертям. Оп. Сколько их здесь? Двое. Кстати, а при чем сейчас их? Давай подзвоняем. Сейчас вот этого чувака залуплю. Здесь неожиданность. Ну, а это просто снимаем. Хотя, может быть, тоже получится неожиданно его убить. Выстрел в голову. Хелл-факин-е! Так, девятнашка. И здесь у нас... Что будет? Фотография какая-то и патроны. Not bad. Not bad. Скажем так. Ладно, пошли. Один патрончик. Потратили. Один патрон, одно убийство. Что, еще что ли идут? Ну да, там кто-то орет. Но нам немножко по другому маршруту с вами надо двигаться. Сейчас опусташим контейнер. И можно, пожалуй, с этой стороны подниматься уже туда, к вышке. Так. Ну, правда, я их не вижу. Они там где-то... А, вон они. Прибежали. Сейчас... Да, прибегут они. Проверять вот эту базу. Тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ёкало мix. Варан комодский Да ёпт твою мать Блин, что стрёмно Вдохни Так, ещё одного забили Надеюсь, тут больше таких варанчиков не будет Сейчас быстро используем тогда Наше зелье, которое полностью нам Восстанавливает здоровье Хм, комер Ну пока ничего не показывается, что мы можем с этой Шкурой что-то сделать Так, машинка, вот как раз о том Я вам и говорил Так, козлы ещё Там наверху ещё кто-то орёт Давайте посмотрим, сколько здесь у нас патронов Очень мало, но В какой-то момент, может быть, это будет Решающей пушкой Так Вот здесь вот красный цвет А, вон, смотрите, снова эти вараны ползли Блин, слушайте, но они не такие уж и медленные Как можно предположить Итак, будем сейчас с вами Сбираться на эту вышку Насчёт снайперской винтовки не беспокойтесь Вполне вероятно, нам её просто могут выдать в качестве бесплатного оружия Ну и, в принципе, если мы просто снайперскую винтовку купим без глушителя То толку от неё, в общем-то Большого не будет Потому что После того, как вы выстрелите То очень легко Вас будет обнаружить Так, а нам вот в ту сторону надо, да? Получается, ладно Что-нибудь с вами предупреждать Блин Смотрите, от вышки к вышке По-разному приходится проходить Вот эти вот все испытания по скалолазанию Потому что Разные всегда маршруты Если в первом случае там просто Нам практически по лестницам надо было Проходить То здесь уже Нужно Смотреть, искать С точки, за которой можно ухватиться Так-с Отлично Сюда мы, да Сюда мы выбираемся Ну, вроде бы немного осталось нам до самого верха с вами Так Вон далеко-далеко ещё одна вышка К ней мы тоже обязательно с вами доберёмся До задания 200 метров Может быть здесь есть Какой-то планер Чтобы мы могли С вами Быстренько долететь до задания Драгоценный камень Граната Ох ты ж Слушайте, гранаты это Дамечательно Потому что я их уже успел распробовать на вкус И мне этот вкус очень понравился Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok